В этом уроке мы познакомимся с методами решения комбинированных задач. Комбинированными задачами называют задачи, при решении которых необходимо применять знания из различных областей математики. Решим неравенство. Найдем значение переменной, при которых неравенство имеет смысл, то есть область определения неравенства. Первое неравенство верно при всех действительных значениях переменной, кроме минус единицы. Четвертое и пятое неравенства верны при любых действительных значениях переменной. Третье неравенство верно при всех х меньше нуля. Второе неравенство верно при любых действительных х, кроме минус 0,5 и минус 1,5. Учитывая все вышесказанное, получим, что неравенство имеет смысл при всех действительных значениях переменной меньше 0, кроме минус 1,5, минус 0,5 и минус 1. Преобразуем правую часть неравенства. Рассмотрим два случая. Первый, когда х находится в промежутке от минус 1,5 до минус 0,5, исключая минус 1. В этом случае основание логарифма меньше единицы, и наше неравенство равносильно неравенству. Решим это неравенство методом замены переменной. Учитывая, что t больше 0, получим. Возвращаясь к первоначальной переменной, учитывая первоначальное условие, получим. Рассмотрим второй случай, когда х меньше минус 1,5, больше минус 0,5 и меньше 0. В этом случае основание логарифма больше единицы, и наше неравенство равносильно неравенству. Это уравнение решается аналогично уже рассмотренному, и в результате получаем х больше минус 1. Учитывая область определения неравенства и полученные результаты, приходим. При решении этой задачи нам необходимо было решить логарифмическое неравенство с неопределенным основанием. Неравенство, содержащее переменную под знаком модуля, и показательное неравенство методом замены переменной. В этом уроке мы узнали, что такое комбинированные задачи и познакомились с вариантами их решения.